Книга Пророка Малахии А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие, имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда. И пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Малахия, глава вторая. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога, у того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвене Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не презирает боли и на приношении, и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими, и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия. Малахия, глава третья. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой, Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. «Ибо я Господь, и я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Малахия, глава 4. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставят у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Продолжение следует...